Здравствуйте дорогие мои подписчики, садоводы и огородники. Я вас приветствую в гостях у Елены в моем саду и в моей теплице. Сегодня 2 апреля, извиняюсь, и я хочу показать состояние своей теплички, которую перезимовала замечательно. Теплица у меня фирмы Воли, я вам уже говорила, делала обзор, показывала, что это замечательная теплица. Значит, длина у нее 8 метров и ширина 3, как обычно. В принципе, в таких вот, по ширине. И вот так вот она на сегодняшний день себя чувствует. Замечательно, просто замечательно. Вот я сейчас в теплице, у меня в теплице градусник стоит 10 градусов. Но он вот в земле у меня торчит. Это температура земли. То есть 10 градусов. И вот я вам говорила, что я эмульчирую соломой. Вот так вот она, можно сказать, не совсем перегнила. Но вот я ее в почву перемешаю с почвой. Вот так вот я вам говорила, кто-то спрашивал про шалфей. Вот здесь вот у меня так перезимовал шалфеечек. Я потом его пересажу в грунт, а потом сюда опять посажу. То есть таким вот образом я его выращиваю. В теплице у меня сухо. Многие спрашивали у меня, что я как сделала. Вот здесь вот у меня по бокам лутросилом застелено. И сверху, значит, мелкий гравий. Здесь очень низко, то есть глубоко. Скажу вам так, сантиметров, наверное, 30 убрана была земля. И земельку мы, та, что была здесь, как следует, я ее буквально через сито пропустила. Но это сито были мои руки. Вот. И еще плюс перегной. На квадратный метр я добавляла, значит, одно ведро перегноя. Золы, банка пол-литровая. Вот. Ну, в принципе, все это перемешивала я. И добавляла земельечку. Земелька, как бы, не сказать, что плохая, но все равно, как всегда, нужно заправлять грядки. Вы это знаете. Об этом немного позже, когда уже буду, значит, сажать. Вот здесь вот у меня хочу показать. То есть у меня петрушечка. Вот она уже всходит, видите, с того года. И вот то, о чем я вам говорила. Вот семечки, чай, кофе. Видите, вот такая вот горка. Я ее распущу. И у меня еще там есть. А вот промолочу я, значит, шкурлупу от яиц. Все это пойдет в почву. Вот. И что я сейчас буду делать? Стены. Хотя, хочу сказать, что хотела сделать сегодня, значит, суббота. Хотела вот в эти две выходные помыть теплицу. Но посмотрю, что будет завтра. На улице очень холодно, хочу вам сказать. Много снега. Вот сейчас, может, слышите? Вот, идет мокрый снег. За ночь столько вывалилось снега. И температура всего лишь 5 днем. Очень пасмурно. Погода, конечно, кошмарная. То есть, как бы даже нет настроения. В теплице, конечно, тут тепло. Если 10 градусов в земельке, то в теплице сейчас я уже принесу градусник. Он здесь не нужен мне был. Принесу и поставлю. Что я буду делать? Я помою, значит, с тепленькой водичкой разведу утрасил. Но пока не буду. Когда потеплее будет, я хочу сказать, что не буду этого делать. Вот. Потому что, что будет на той неделе, я, наверное, все-таки на той неделе это сделаю. Вот. И не тороплюсь я сажать зелень в теплице здесь. В дальнейшем хочу приобрести теплицу, чтобы она специально была для ранней зелени. Вот. Но я все равно успеваю. Мы здесь кушаем рано, по идее-то. Вот. Поэтому, как-то вот так, девочки. Вот. Выставлять еще свои растюшки сюда я не рискую. Вот. Потому что погода у нас в Подмосковье кошмарная. Хочу вам еще раз сказать. Вот. Что я сделаю потом? Значит, с те стенам я вам сказала уже. Я их буду мыть. Такая швабра, как щетка у меня есть. Очень легко и просто в ведро набираешь водички, теплость марганцевым калием размешиваешь. Такую не сильно крепкую, но в общем так, примерно. Вот. Потом, значит, буду я всю почву, я буду рыхлить. Я не копаю в теплице, никогда не копаю. Вот. Я ее просто взрыхлю. Вот здесь вот, видите, сено, вернее солома. Эту солому я могу здесь оставить, ее рыхлить вот так почву и туда ее замешать с почвой. Но я, у меня очень много соломы, я ее вытащу на улицу и использую для других теплых грядочек. Вот. И землю здесь все вот это я фитоспоринчиком обрабатываю обязательно. Проливаю как следует почву, как следует прямо ее проливаю. Хотя она вот мокрая, вот влажная почва, вот сами видите, прям влажная-влажная. Я сюда снега не наносила и я не считаю это нужно. Замечательно здесь влаги. И вот видите, почва влага, с боков куча снега была. Оно тает, земелька впитывает, хочу вам сказать. И ничего здесь такого, как бы страшного нет. Просто нужно перед посадками хорошо пролить землю. Очень-очень хорошо. Вот. Обрабатываю я ее после полива, когда я хорошо ее пролью. У меня тут влажненько будет. Я, значит, помою стены, пролью землю, как говорится. Вот буду мыть стены, одновременно будет проливаться земля тоже марганцевым раствором. И потом я пролью ее фитоспорином, уже прорыхлую почву. Обязательно я обрабатываю. Это и осенью нужно делать, и весной. Особенно тем, у кого уже стоит теплица дольше. У кого год там. Ну и то, в принципе, нужно. Я вам просто советую. Вот. Пролью. Все. И потом она у меня уже будет готова к высадке томатов. Но пока я сюда, до высадки, обязательно я вытащу рассаду. Но я покажу вам, как все это буду делать. Это как бы ни к чему. Так что вот. Что я буду сейчас делать на этой неделе? Я буду сажать, значит, все в теплицу именно. Но не именно в земельку, а в ящики. Различными способами. Можно и в гидрогеле. Меня спрашивали про гидрогель. Конечно же, я девочки тоже сажала. Это проверенный способ. Это уже давно все делают. Как бы ничего новенького здесь нет. И очень хорошее средство. Гидрогель. С чего я начинала с ним работать? Я, когда ездила отдыхать, уезжала летом на отдых, я добавляла, значит, сверху своих домашних цветов комнатных. И они держали влагу. Я поливала, и гидрогель очень помогала. Гидрогель можно и вниз под растения тоже. И можно смешать гидрогель с почвой для комнатных растений. Это я все делала. Вот. Можно посадить и растения. Но в рулончике. Мне очень нравится. Вот рулончики в прошлом году тоже. И огуречки так, и тыковки. Вот. Все сажала. И все здесь цеплица у меня росло. То есть все растения, все рассады. Я буду огурцы, значит, тыквы, кабачки. То есть эти кукурузу. Вот. Все вот эти вот растения, капусты разные, я буду сажать сюда. Не знаю, завтра буду ли это делать, потому что еще как бы немного рановато. Я считаю, что лучше. Я рассадой дома никогда не сажаю эти культуры, потому что это ни к чему и ни о чем они. Они погибают. Такие тоненькие вытягиваются. Это не то. Я сажаю здесь. Я вам это покажу. У меня замечательная рассада получается. И до мая. Считаю, не все теплолюбивые растения в мае можно. Можете себе представить. За целый май они здесь у меня будут расти. А прел еще. То есть они прекрасно вырасят. У меня рассада получается прекрасная. Здесь кукуруза у меня все. Если хотите, посмотрите. У меня есть с прошлого года видео, как у меня тут и все. И в пеленочках отдельно и стаканчики разные, и в земельке. И из утеплителя, значит, ламината тоже я делала, стаканчики сажала. То есть всяким способом. Поэтому не тороплюсь. И чего и вам не советую, торопиться. Если кто посадил в теплице зелень с осени, то нужно посмотреть. Это с числа, наверное, 6-8 апреля. Если у кого там теплее погода. Вот я говорю, у нас в Подмосковье нужно будет хорошенечко пролить эти растения. То есть эти семена, чтобы они у вас зашли. Хотя вот у меня, видите, почва влажная. И прекрасно. Вот видите, всходит этот... Как его называют? Забыла. Заклинила. Короче, петрушка. И сейчас я вам покажу еще. У меня тут есть она. Прекрасно всходит. Вот, обратите внимание. Вот, петрушечка. Тоже хорошо всходит. И сельдерюшечка тут вот есть. Вот. Так вот выглядит моя тепличечка. Вот на выходе. Очень я довольна этой теплицей. Многие писали, что... Задавали мне вопрос. Спрашивали, как вам она нравится. Я просто без ума от нее. И следующую тепличку я обязательно захожу именно в ферме Воля. И довольно-таки большую сделаю. Хочу, чтобы она была 4 метра ширина. Высота большая. Вот. Но чтобы крыша тоже была вот примерно так, чтобы снег как бы хорошо скидывал. Очень хорошая. Вот сами видите. Вот, пожалуйста. Ничего. Никто ничего не счищал. Ничего. Вот она вот там... Видите, снег за бортом, как говорится. Вот он все спадал туда. Кстати, он таял. И пропитались все мои грядочки бочком. Не нужно мне никакого сюда снега заносить. Я обрабатываю потом почву. И все прекрасно растет. Вот. Вот такие вот дела. Тоже я еще хотела вам сказать. Пролить, значит, вам нужно обязательно будет, чтобы ваши растежки, которые вы посадили, семена росли. Вот. Такие дела. У меня луки посажены в грунт многолетние. И они сейчас уже из-под снега даже выходят некоторые. Поэтому лучок есть. Плюс еще я на окошечке сажаю. Вот. А петрушечка, укропчик и сельдерюшечка прекрасно у меня еще в морозилке есть. Прямо как будто бы сегодня собрала. Поэтому я не страдаю этим витамином. Они все-все сохраняются. И я успею. Вот. Ну, в будущем, когда у меня будет еще одна тепличка специальная для зелени, хочу купить для раней, чтобы там у меня росли, ну, так скажем, 3 метра. Можно даже поменьше. Чтобы там, значит, редисочка была. Плюс зелень, петрушка, укропчик. Ну, в общем, вот так вот для таких вот нужд, чтобы она была. Если у кого есть, это прекрасно. Если у вас есть куда высадить прямо сейчас, можно даже не дождать, кто не посадил осенью, можно прямо сейчас. Вот замечательно. Для них они очень хорошо здесь зайдут. Вот. Можно просто посадить сверху, прокрыть, накрыть лутрасилом, 30-кой. Очень даже хорошо и тепло. Будет вообще прекрасно. Даже можно 60-кой. Они очень хорошо дышат, держат влагу. То есть комфортно растению. Обожаю этот лутрасил, именно 30-ку, 60-ку. Очень она мне нравится. У меня перцы, баклажаны покрыты, которые на улице, именно 60-кой. Очень долго в грунте, пока не начинается тепло. И то я открываю баклажанам только головку. То есть голова в холоде, ножки в тепле. И перчики тоже так стараюсь. Не совсем открывать. Вот так, мои хорошие. Так что смело можете посадить зелень, если у вас есть. Я не буду это делать. Просто по краю посажу. Он там впереди везде, по чуть-чуть, по краям. Вот так вот я сажаю немножечко зелени, чтобы как раз вот в мае она замечательно будет. И вот вырастет нормально будет за апрель. Все это у меня хорошенечко прорастет и все у меня будет. Но, конечно, у кого есть возможность, пожалуйста, сажайте прямо сейчас. Если у вас отведена тепличка. Сажаю я здесь все. Я говорю, и салаты, на ранние салаты есть. Качаные, особенно качаные я сажаю обязательно рассадой. Оно очень хорошо приживается и идет здорово. Как бы расти. У меня есть тоже видео, показывала айсберг, какие у меня качаны прекрасного салата были. Вот. И капусточку обязательно. Сейчас само время. Капуста терпит 5 градусов даже. В теплице ей само время. Не сажайте дома рассадой капусту. Не нужна она вам. Даже позже посажена в грунте, прямо под бутылочки. И у меня очень любит сестра это делать. И я делала. Прекрасно она всходит, мои хорошие. Прекрасно. И никто ее не ест. Растет она хорошо. Можете даже кучечкой под этой баклажечкой посадить. И потом эту кучечку рассадить. Вот как она очень прекрасно переносит пикировку. Очень хорошо. У меня есть, конечно, но я сейчас его на другом участке у меня был. Специально маленькая высокая теплая грядка, типа теплички. Я прямо в грунт сажала, накрывала ее лутросилом. Потом сверху клеенкой накрывала. Вот такое еще можете сделать. И посадить прямо в грунт. Капуста. Все это выдержит, мои хорошие. Вот именно таким образом, когда вы будете выращивать, у вас будет прекрасная рассада. А не будут какие-то ниточки несчастные там дома расти. Я не говорю ни о ком плохо. Я говорю о том, на протяжении скольких лет я испытала все это. И мне такой рассады не нужно. Прекрасно успевает. И у меня хорошая рассада, и хорошая капусточка. Если хотите, конечно, посмотрите. У меня есть там в обзоре всего мое сада. Показываю я там и капустку, и все. И все прекрасно растет. Я практически все сажаю рассадой. Почему? Потому что в Подмосковье у нас погода как бы желает лучшего. И никогда я не сажаю огурчики, там семена, все. И еще фасоль, значит, в грунт. Потому что это все съедается всякими разными жучками, паучками. Так скажем, пошутим. Вот. И я обязательно сажаю все это рассадой по отдельным стаканчикам. Стаканчики, пеленочки делаю. Прям стаканчики из пеленочек. И раньше я из газет много делала. Пока вот я как бы пришла к тому вводу, что лучше из пеленочек. Ну и из газеты тоже делала, тоже все это хорошо. Вот. А вот эти вот пакеты для завтрака очень хороши. Вот. Раньше мы кольенку разрезали на пеленочки такие маленькие с мамой. И крутили. Ну, сестренка у меня до сих пор это делает. Старую пленочку моет с осенью, складывает ее и зимой нарезает, делает себе пеленочки. Вот. И прекрасно все. Можете тоже так сделать. Вот. Так что вот так. И все прекрасно росло. Все сажаю практически рассадой. Вот такие вот про шалфей я вам хочу сказать, что вот он, видите, какой он прекрасно перезимовал здесь. Вот он, видите, в теплице. Ничего ему, не накрывала я ничегошеньки. Прям вот так вот он. Потом я отсюда могу посадить в грунт, в травник свой. И сюда же опять посеять, денеть в уголочке, в теплице снова семена. Вознесенские у меня. И забыла, забыла как. Ну, потом я расскажу об этом, потому что все не упомнишь. Очень много информации. Все, мои хорошие. Пока я сейчас так вот, надумаю, видите, что творится, какой на улице. Вы, наверное, слышите. Снег вовсю идет. Видите, мокрый снег с дождем все. Это прям настолько ужас, короче, на улице. Очень неприятно и холодно. Вот. Теплицы, конечно, у меня нет градусника. Я пронесу, помою, пронесу. Вот. И посмотрим, что теперь в течение дня я буду чуть-чуть снимать и все монтировать вам. Все фрагменты. И будет у вас целое видео, мои дорогие. Так что, пока. Все. Вот. Хочу вам немножечко показать. Видите, как, что творится. Вот. Какой тут и ветер, холод, кошмар. Идет вот снег, если видно через экран. Видите, все прям кошмар, что творится. Поэтому, ой, не хочется ничего. Пока снимать. Бегу домой. Очень холодно. И лед, видите, везде. Снежище, лед. Просто нет слов. Вот так вот. Все вот так ужасно выглядит. Поэтому, как-то вот так, мои дорогие. Вот показываю. Видите, у меня луки всходят. Вот, видите, луки тут. Вот у меня тут зелень, петрушки. Все вот, все-все-все взойдет. Вот. Ну, пока. Видите, вот все я. Посмотрите на грядки, как все гниет. Вот биогумус. Вот, смотрите. Перегнойчик самый конкретный. Красота. Ну, это уже потом, мои хорошие. Итак, дорогие мои садоводы и огородники. С тепличкой я уже справилась. Вот, уже все чистенько у меня тут. Смотрите, красота. У меня и было, в принципе, чистенько. Только тут я просто взрыхлила и туда, в почву, солому. Просто она, видите, как у меня, она в почву ушла. Небольшую часть верхнюю я, получилось, так собрала отсюда. Потому что я все равно буду еще новую, свежую сюда наносить. Вот. Гравий у меня вот здесь, в принципе, чистенький. Мне ничего не нужно было делать. И вот так вот. Что я сделала еще? Сейчас скажу вам. Значит, у меня 25 градусов теплицы. Вон там уже показывают градусник. То есть, температура 20-25 вот. И 10 градусов земля. 25 температура в теплице. Вот. Так что, вот такие дела. Что я еще сделала? Значит, я на квадратный метр сюда внесла перегной, одно ведро. Значит, пол-литровая банка золы. И если у вас, ну, еще доломитку нужно добавлять, если у вас кислая почва. Вот. В принципе, и все. Больше я ничего не добавляю, поскольку у меня очень здесь плодородная земля. Я в прошлом году внесла очень много всего того же самого. Она очень рыхлая такая. Какая прелесть. Я просто взрыхлила, просто грабелькой и плоскорезом фокина как следует взрыхлила и туда заправила солому. Вот. Она где-нибудь еще есть, но она перегнившая. Это, наоборот, хорошо. Это красота. Это перегнойчик, биогумус. Все это то, что нам нужно для наших растюшечек. Вот. Значит, стены промыть обязательно марганцовкой. Это я так делаю. А вы уж там решайте сами. Вот. Затем я все это все внесла в земельку. Сюда земля очень мокрая. Я не стала ничего поливать сейчас. Перед тем, как буду высаживать, я пролью ее за недельку. Сейчас пока не буду. За недельку до высадки сюда, значит, растения хорошенько-хорошенько прям очень-очень пролью. И она, чтобы... Ну, нужно за три дня. Не обязательно за недельку. Ну, чтобы не было грязи. Чтобы вы по грязи не возились. Чтобы она так хорошенечко пропиталась. Вот. И обязательно фитоспорином пролью все. Пока сейчас я просто убралась. Вот. Пока нужно помыть теплицу. Убраться в ней. В общем, и все. Конечно, вы меня спросите, какая высота грядок. Тут 30 сантиметров вот этой грядки высота у меня. Я не измеряла ширину. Потом измерю уже. Сейчас не стала измерять. Ну, в принципе, вот так вот у меня. Видите? Две грядки. Ну, по-моему, по метру, что ли, тогда получается у меня. И даже по 90 сантиметров. Наверное, так. Точно не измеряла. Некогда. Вот. И вот хожу я. Многие говорили, что удобно. Мне удобно. Моим ножкам удобно здесь ходить. Здесь приличная ширина. Это, может быть, через камеру так показывает. Вот. По серединке. В общем, у меня по 90 сантиметрам по бокам. Остальная вся до 3 метров по серединке, разделенная между такой середине грядочки. Я здесь высаживаю очень высокорослые, прямо которые за 2 метра растения. Вот. И все. В дорожках у меня здесь гравий, я уже вначале говорила. Внизу у меня, значит, получается там песочек насыпленный. Вот. Потом лутросил сверху песка. И вот этот вот гравий. Можно песок не сыпать. Просто на земельку лутросильчик. Тоненький, любой, недорогой. Можно пленку, если у вас нету, можно пленку. Но лутросил лучше, хочу сказать вам. И сверху, значит, я тут у меня как бы, не знаю, не измерялочки, но сантиметров 20-25 у меня есть гравий. Нужно много, чтобы не туда-сюда не... Понимаете, когда вы будете ходить, он будет туда-сюда, если будет мало. А если много, прям ходишь по нему и никуда не утону. Видите, я не тону никуда. Все прекрасно, все прилично. Все хорошо. Вот. Так, что же вам еще сказать? Сейчас можно, пожалуйста, сажать. Всем очень рекомендую в теплице высаживать серое... Значит, ну, не в саму теплицу, а рассадой в теплицу можно... Даже нужно уже высаживать, значит, капусту и все, что у вас есть на городе, все, что растет, кабачки, значит, и огурцы. Все-все-все повторяю еще раз. Сейчас нужно даже, прям очень нужно быстрее сажать, чтобы у вас была рассада. Вот. Я все сажаю рассадой, в этом я буду сажать. Вот. В принципе, я хотела заснять вам теплицу, сказать, что я делаю. Просто вчера ужасная погода была. Я вам не передам. Как было холодно, дождь, мокрый снег. Видите, на улице еще снег у нас, полно снега, поэтому как-то не очень особого настроения. Если на улице что-то делать, там кругом снежище, вот за бортом. Видите, сколько снега, грязи. Вот. Поэтому, как бы, вот я только в тепличке поработала. Внесла земелька, перегноечка своего. Только перегной. Навоз сюда я не вношу. Вот. Дерновина перегнившаяся. Там, вот что у вас есть, в общем. Вот. У меня здесь земелька хорошая, больше ничего. Если нужно, вам добавляйте песочку. То есть, вот так. Ну, в принципе, я только перегной, потому что у меня очень-очень хорошая земелька. Да, еще вот вы видите беленькие такие вот штучки. Это, значит, шкарлупа от яиц. Не сильно в порошок я ее для рыхлости. А в порошок прям я, как бы, добавляю ямочку при посадке через кофемолку. А так, вот видите, семечки, вот где-нибудь, где-нибудь, видите, такие вот. То есть, я это внесла сюда. Вот. Вот таким образом. Кофе, значит, спитое сухое. Чай спитый. Все это я внесла сюда. Прямо порассыпала. Я не просто там ведром там, а просто шла и рассыпала. И вот одновременно потом рыхлила, добавляла земельку. Ну, да, перегнойчик. И все. Значит, вот так вот. Думаю, что вроде как бы все сказала. Вот. Осталось мне действительно вот ее просто земельку пролить фитоспоринчиком. Это я на следующей неделе, наверное, сделаю. Вот. Или даже можно прямо перед высадкой помидор. Но я просто это сделаю, потому что потом у меня здесь будет теплица рассада, и мне это будет неудобно. Вот. А я на следующей неделе это сделаю. Сразу сюда посажу, значит, всю рассаду. Вот я сажаю ее в стаканчиках, в пеленочках, вот в ящички просто капусту сажаю. И просто мне очень-очень хорошо нравится, замечательно. В рулончиках вот этих на туалетную бумагу очень хорошо растут. Очень хорошо, ну, сходят семена, прорастают. И прямо всякой земельки. Это, значит, кабачки я так сажаю. Потом, значит, огурчики таким же образом сажаю. Ну, в общем, всякими разными способами. Все способы хороши, их очень много. Пробовала всякие разные, и они все хороши. Вот. Поэтому все вот так вот у меня уже чистенько, все аккуратненько. В принципе, больше ничего не буду делать. Сейчас, что самое важное, сейчас уже буду снимать, надо будет видео снять, как, ну, снимать все вот эти вот укрытия, потихонечку, не сильно открывать, вот, у кого есть. Так что сейчас я вот вам насчет деревьев покажу, расскажу. Так что вот у меня такая вот, такие вот делишки в моей тепличке, все хорошо, чисто и красиво. Вот видите, я вам сказала, сколько градусов. Красота 25, а вчера только было 10. Сегодня потеплее, мои хорошие. И то это обед. Сейчас просто иногда, иногда всходит солнце, иногда. Но это холодно. Здесь вот у меня петрушечка вот сбоку. Вот. Видите, она у меня всходит, прекрасная петрушечка. Шалфей овощной, это именно называется овощной. Вот здесь вот у меня. Здесь вот, значит, у меня был посажен, ну, верх он высыхает. Вознесенский шалфей, он очень тоже вкусный для салатов. Очень вкусный. И вот там вот у меня еще пятнышко, вот мне далеко, вот там в конце тоже петрушечка-пучочек. Он у меня всегда всходит, и у меня зелень здесь всегда. Тут еще вот есть сильней рюшечка. Ой, кориандр тоже он насеялся, тоже уже вот где-нибудь, где-нибудь там вот тоже вот сходит, вот подальше. Вот такие дела. Он очень сыпется и самосевом сходит, и в огороде. Видите, замечательный вот кориандр, очень хорошо вот он, мы его обожаем. Вот, кинза, если вы, кто не знает. Все, мои дорогие, на этом заканчиваю. Вот, следующее видео выйдет уже, конечно, я буду сюда рассаду высаживать, покажу вам. Вот, пока-пока, удачи вам, всего самого доброго и хорошего, дорогие садоводы. Занимайтесь своими тепличками любимыми. Прямо очень радостно, хочется прямо уже сажать, что-то делать. Вот, но погода, конечно, мы очень все торопим. Погода, конечно, полный кошмар. Оставляет желать лучшего. Ужас на улице, что творится, поэтому очень сложно. Может быть, других, у кого потеплее, там уже все высаживают. Ну, у меня вот так. Я вам сказала, как обещала показать свою тепличку. Вот, у меня земелька очень рыхлая, очень хорошая, высокие теплые грядочки. Очень много мне перегноя. Вот, что буду делать дальше, буду вам говорить. Все, пока-пока. Пока.